Здравствуйте! Светлана Лисина, исполнительный директор компании «Арифлейм». Вот уже 15 лет успешно ведет бизнес «Арифлейм» со своим супругом Олегом и дочерью Марией. За это время они достигли высоких результатов карьерной лестницы компании. Вместе с «Арифлейм» побывали более чем в 25 странах мира. В прошлом году Светлана и Олег Лисины были приглашены в Нобелевский зал в качестве вип-гостей на празднование 45-летия «Арифлейм» в присутствии Величества королевы Швеции Сильвии. Супруги Лисины были награждены памятным знаком за большой вклад в развитие «Арифлейм» в России. Владимир Полежаев. Первый результат «Арифлейм» в мире. Полковник военно-космических сил России в отставке. Создал самый успешный бизнес во многих странах мира вместе с супругой Тамилой Полежаевой. Является наставником многих высоких званий «Арифлейм» России и мира. Единственный лидер сетевой индустрии в России, получивший единовременную выплату 1 миллион долларов. Судя по тому, что мы видели на экране, у вас самый высокий результат «Арифлейм» в мире. Мне рассказали, что вас часто приглашают по всему миру читать лекции по этому бизнесу. Вы консультируете людей, как зарабатывать деньги. Расскажите, что вас привело в Чебоксары? Вы знаете, на самом деле нас с супругой приглашают по всему миру, чтобы рассказывать об успехе в этом бизнесе, как его правильно делать. Мы читали лекции в Индии, в Китае, в Японии, в Индонезии, в Финляндии, в Египте, в Латинской Америке. Мы ездим по всему бывшему СНГ, бывшему СССР. И на самом деле рассказываю, как с этой компанией, с этой продукцией зарабатывать деньги. Причем на самом деле ни у кого не прося, ни у кого не завися, ни у кого не обманывая. Что для меня очень важно, никого не обманывая. Владимир, расскажите, в чем же суть вашего бизнеса? В чем состоит сама основа? Ну, понимаете, в любом бизнесе есть профессионалы, есть дилетанты. Профессионалы, наверное, ну, как сказать, это люди, которые грамотные, которые понимают этот бизнес, которые чувствуют его. Дилетанты – это люди, которые просто наскоком пришли, пытаются что-то заработать, что-то, они все понимают, они все знают, им ничего учитываться не надо. Вообще-то деньги видят не глазами, деньги видят умом. Поэтому мы пропагандируем в нашей структуре, что надо учиться этому бизнесу. Это очень интересный бизнес, это очень выгодный бизнес. На самом деле делать бизнес на красоте – это великое счастье. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы каждое прикосновение было особенным, не переставайте мечтать. Арифлейм. Твои мечты – наше вдохновение. Но чтобы зарабатывать деньги, на самом деле надо учиться этому бизнесу. Учиться. Вот. И вот как раз наша деятельность заключается в том, что мы учим людей. К сожалению, на самом деле 99% людей, даже которые уже попали в Арифлейм, они очень часто даже сами не понимают, куда они попали. Почему мы готовы с ними делиться, готовы им рассказывать, объяснять, помогать, но они просто не приходят на встречи. Почему вы нас там будете учить? Продавать мы и сами умеем. И они просто не приходят на встречи. К сожалению. Сегодня великолепная возможность тем людям, кто, может быть, когда-то был, или, может быть, когда-то имел отношение просто к продукции, да, то есть видел наши каталоги, увидеть человека, легенду, человек, который реально зарабатывает, и он сегодня делится. Ребята, пожалуйста, я сейчас обращаюсь с тем, кто, может быть, мельком проходит мимо экранов, отбросьте свои дела. Послушайте человека, который реально обучает, это великий наставник. И то, что сейчас вот он говорит, каждое слово его на очень большую весит, если поставить на весы, в эквиваленте денежном, это точно. И очень часто, когда я людям задаю вопрос, что вы знаете про рефлейм, люди довольно-таки честно, откровенно говорят, мы все знаем про рефлейм. Я уже там 15 презентаций прошел, я уже там 5 раз сам был подписан в рефлейме. Я говорю, не, ну это здорово, говорю, ну а что ты знаешь про рефлейм? Очень часто люди, если с ним доброжелательно разговаривают, они им отвечают, продавать надо. Я говорю, да, это один из видов наших заработков. Что ты еще знаешь про рефлейм? Говорят, людей надо приглашать. Я говорю, да, это еще у меня от нашего заработка. Что ты еще знаешь про рефлейм? И люди говорят так удивленно, останавливаются, говорят, а что там еще что-то есть? Представляете, я им отвечаю, что, ребята, вы сейчас мне назвали только два вида заработка, продажи и приглашения людей. Я здесь насчитал 7 видов заработка. 7 видов заработка. Причем вы сейчас назвали 2 самых маленьких. На продажах много не заработаешь. 2 руки и 2 ноги 24 часа в сутках. На людях тоже много не заработаешь. Вот где самые большие деньги в Арифлейме заложены. Почему люди про них молчат? И очень часто люди, которые мне говорили, что я уже сам был 5 раз подписан в Арифлейм, они часто говорят, что это за 5 видов заработка. Мне про это не рассказывают. Это действительно, что это за 5 видов заработка? А вот это тема для разговора. Потому что на самом деле это не тема для разговора на ходу, потому что ни один банкир не будет рассказывать о своем бизнесе на ходу. Ни один нефтяник не будет рассказывать о своем бизнесе на ходу. Это серьезный бизнес, в котором надо серьезно сесть и разобраться. Сейчас, кстати, вы можете на экране увидеть лестницу успеха компании Reflame. Это просто премии, только вознаграждение за карьерную лестницу. Степ-бай-степ, ступенька за ступенькой, начиная с маленького, но заканчивается очень серьезными суммами. Это одноразовое вознаграждение, повторяю. Оно приблизительно равно ежемесячному зарплате, но на самом деле, надо понимать, просто это однократные вознаграждения за достижение ступенек. И там очень серьезные суммы. Там есть 1000 долларов, там есть 2-3 тысячи долларов, там есть 6, 8, 10 тысяч долларов, 24, 30, 36, 42, 100 тысяч долларов, 200, 300. Ну, сами понимаете, что на продажах столько не заработаешь, значит, в этом бизнесе есть что-то другое. Там есть миллион долларов. Ну, сами понимаете, на продажах с сумками через плечо, конечно, столько не заработаешь, там надо работать головой. А в чем смысл? Знаете, значит, есть этот смысл. Потому что, знаете, я просто, когда мне люди говорят, что вот я все знаю, я говорю, ты знаешь, я бы даже из вредности все равно постарался бы узнать, а за что же там платят такие деньги? Разобраться. Потому что, когда вы поймете, как это делается, то сделать это вопрос уже техники. Надо просто понять, что здесь надо делать. Вот. И для этого здесь существуют школы. Школы от Рифлейма, школы от лидеров, школы от людей, которые добиваются успеха. Наши школы, которых мы просто рассказываем, что здесь надо делать, за что здесь платят деньги, где заложены на самом деле большие деньги, по-настоящему большие. Потому что я не буду говорить про миллион долларов, хотя есть люди, которые этот миллион уже получили. Нужно прийти, узнать и вот попробовать проникнуть. Да, да, надо просто из вредности, из вредности просто постараться разумнать, так где же. Из любопытства. Теперь даже я узнаю. Из любопытства, из вредности. Вы заинтригованы, Оля? Да, безусловно. Владимир, вот скажите, вы как человек военный, что вас привлекло в этом бизнесе? Вы знаете, вот честно говоря, когда говорят, что косметика – это женский бизнес, я с этим категорически не согласен, потому что на самом деле я не знаю ни одного бизнеса, который делился по половому признаку. Косметика для меня просто товар. Это товар, с которым я делаю бизнес. Компания Reflame – это просто мой партнер, с которым я делаю свой бизнес. Красивый бизнес, вкусный бизнес, хорошо пахнущий. Потому что, как я сказал уже перед этим, делать бизнес на красоте – это великое дело. Светлана, вопрос вам. Вот уже 15 лет вы сотрудничаете с компанией Reflame. Что для вас Reflame тогда и сейчас? Что-то изменилось? Да, вы знаете, то есть 15 лет – это, в принципе, очень такой большой отрезок времени, согласитесь. И сегодня вот мы празднуем, да, вот вы сейчас будете смотреть этот материал, отрывки этого мероприятия, которое действительно собрало консультантов, все люди, которые когда-либо были в Reflame или сейчас активны. И на сегодняшний день это уже история, 15 лет. Люди, которые были тогда, начинали, они уже стали там, закончили институты, стали мамами. Но многие, кто даже, может быть, не остался, может быть, серьезно строить бизнес в компании Reflame, говорят с благодарностью об этом бизнесе, что тут был очень мощный задел на личностный рост. Потому что, действительно, сам этот бизнес предполагает, что 15 лет, казалось бы, да, вот я могу сказать о себе, мощнейший личностный рост. И то, что в компании, понятно, 15 лет – это очень много, тогда мы даже не могли вообще мечтать, что такие будут звезды такого масштаба, как Моника Белуча, Дэми Мур, Дженнифер Лопес, представляете? Здесь мы можем увидеть. Да, действительно, да, то есть олимпийская чемпионка, посмотрите, Татьяна Навка, да. То есть тогда мы просто, у нас были довольно-таки такие тоненькие каталоги, мы шли к людям, знаете, ну, такая была вера, такой, знаете, энтузиазм, такое вдохновение, что сейчас, конечно, я прекрасно понимаю, даже где-то, может быть, завидую людям, кто сейчас присоединяется к этому бизнесу, что мощная рекламная поддержка от компании, очень сильный маркетинг, великолепные у нас тут представлены каталоги, что, действительно, каждый каталог – это как хорошее, дорогое, глянцевое здание, и, фактически, тут нужно очень много даже просто для себя почерпнуть любой девушке, женщине какие-то, может быть, маленькие моменты и листая к каталогу, как ты, знаете, вдохновляешься, говоришь, «Ай, жизнь удалась», действительно. И, честно говоря, про себя могу сказать, что за 15 лет жизнь поменялась не только в личностном плане, да, в финансовом, и большая благодарность тем людям, кто за эти годы был, был и сейчас и остается с нами, потому что это, действительно, одна, единая, общая, большая команда, команда людей, сплоченных общей идеей. – Причем я могу добавить еще, что на селе в Арифлейме очень много семейных пар. Очень много женщин, вроде бы, косметика, да, и очень много мужчин. И причем семейная пара в этом бизнесе даже более успешна, потому что женщина больше относится к продукции, а мужчина относится именно как к бизнесу, и продолжать их надо именно на бизнес. Потому что, в принципе, эта селе может быть очень серьезным бизнесом. Вы знаете, на земле сейчас где-то около 7 миллиардов людей. И все моются, все хотят быть красивыми, хотят вкусно пахнуть. Говорят так, люди мылись, люди моются, люди будут мыться. Если этот процесс остановить невозможно, его необходимо возглавить. – Великолепно, да? – На определенном статусе фирма начинает конференции устраивать за границы. И вот мы на своем статусе уже, на самом деле, два раза в год принудительно нас фирма вывозит за границу. Они говорят, вы слишком нужны людям, вы слишком устали, вам надо отдохнуть. Он берет за шиворот и отправляет нас за границу. – Принудительно. – Принудительно, конечно, Володя, в кавычках, да? – Добровольно, принудительно. – Самые такие экзотические уголки планеты, действительно. То есть сейчас это будет Кейптаун. – Как же там люди реагируют? Расскажите, хочется узнать. – За границей? – Да, ну как раз вот туда, Кейптаун. – Но успешных, но красивых. Вот сейчас как в Париже было, да? – Вы знаете, когда в Риме 5 тысяч директоров со всего мира Арифлейма ходили в одинаковой одежде. – В футболках? – В одинаковой футболках. – Весь Рим стал на уши. Что это такое? Когда с Домодедова, из Москвы, отправляется 7 самолетов на Канары, полностью арендованных Арифлеймом. – Чартерных рейсов. – То все сотрудники в Домодедово говорят, что такое Арифлейм. Потому что, оказывается, на самом деле многие люди еще даже не знают, что такое Арифлейм. – Да, и даже не призываешь, что действительно компания оплачивает, да? Вот эти отпуска, как Володя сказала, принудительные отпуска. – То есть даже можно идти в отпуск. – Кстати, в самых экзотических местах планеты, и вот таких, которые, вот многие говорят, ну я предприниматель, я захотел... – Даже не побываешь. – Да, я захотел, там я поехала. Но из большинства, давайте признаемся, да, телезритель, да, что наш традиционный опыск, как правило, мы проводим какие-то уже, ну как для российского, да, то есть человека. – Египет, Турция. – Египет, Турция, там Киев, что такое. – На даче. – На даче. – И как правило, вот многие говорят, да, вот какие-то такие вот красивые, такие очень экзотические страны, ну точно туда вот, сейчас, например, будет Киптаун, да, Южная Африка, да, то есть Дебирс, если кому-то о чем-то говорит, это одна из крупнейших фабрик. – Да-да, я раньше удивлялся, почему... – Что такое Дебирс, Володя? – Нет, почему наши конференции называются «Бриллиантами». Потом, когда мы поехали в Киптаун, то есть у нас уже была там один раз конференция, потому что каждый год нас фирмы вывозят разные страны, они стараются, чтобы страны не повторялись. – Что ж, давайте вернемся в нашу родную Чувашу. У нас есть сюжет о том, как Чуваша Арифлэм отметила 15-летие. Давайте посмотрим сюжет вместе и вернемся к нашей беседе. – Хорошо. – Хорошо. Компания Арифлэм 15-летия. 3 ноября состоялся форум мечты, посвященный триумфу, красоты и успеха. В театре оперы и балета собрались поклонники шведского бренда и ценители европейского качества. Компания Арифлэм на стендах и каждый смог почувствовать единство, дух и страсть участников команды Арифлэм Чуваши. Все желающие смогли продегустировать продукты нового направления здорового питания «Велнос». Это ежедневное питание, которое содержит в своем составе полноценные белки, три вида белков, клетчатку, микроэлементы и активные компания. Все вместе сегодня у вас свой триумф красоты, успеха и здоровья вместе с шведским брендом Арифлэм. Программа форума была настолько насыщена, что ее участники за несколько часов смогли увидеть динамику и скорость сегодняшнего развития Арифлэм. Состоялось знакомство с последними тенденциями в мире моды. Гости услышали реальную историю успеха лидеров, приехавших на форум с разных уголков нашей страны, начиная с Калининграда и заканчивая Дальним Востоком. Международный бизнес-тренер Вадим Воловик коснулся нюансов и особенностей этого бизнеса. И, как выяснилось, чтобы достичь успеха, тут нужно многому учиться. Еще! У кого есть красный резидентный шведок? Есть. Судно. А вы с которым верстите? И самым значимым стало выступление лидера номер один в мире Владимира Полежаева, который поделился своей философией успеха. Здравствуйте. Чувашка. Здравствуйте, Максары. Рифлэйм – это очень динамичная компания. Она отслеживает все современные тренды, очень высокое качество. Сделано в Швеции, сделано с умом. У нас очень хороший контакт между консультантами и руководством компании. И мы вместе движемся вперед. Я на самом деле считаю, что у Рифлэйма очень большое будущее. И поистине украшением форума стало завораживающее выступление одного из самых ярких участников проекта «Голос» – Павла Пушкина, которому аплодировали стоя после каждого исполнения песни. Весь этот праздник, эмоции, настрой были организованы барьеров Светланы и Олега Лисинах, которые вот уже 15 лет сотрудничают с Рифлэйм, создают империю успеха, красоты и уверенности в завтрашнем дне. Данное мероприятие еще раз показало мощь, силу и сплоченность лидеров команды «Арифлэйм Чуваши». «Твои мечты – наше вдохновение» – девиз «Арифлэйм». Мечтайте, дерзайте, действуйте. Пока был сюжет, мы обсуждали сейчас перечень стран, которые Владимир со своей семьей посетил благодаря компании «Арифлэйм». Да, у меня дочь тут оформляла визу в Америку, ее попросили выписать все страны, в которых она была за последние 10 лет. Она выписала, подняла все свои паспорта, в общем, после этого она сама себя зауважала, потому что получилось 42 страны. Вау! Это в 20 лет. В 20 лет 42 страны. Почему? Потому что на самом деле «Арифлэйм» своих лидеров, людей, достигшихся определенного уровня, национально приглашают на конференции международные. Со всего мира собираются все успешные директора, и вы знаете, вот там больше чувствуешь причастность к международности этого бизнеса. Тоже так и в России, говорят так, из-за деревьев леса не видно. Из-за проблем люди не видят самой перспективы. Проблемы были, есть и будут. Нам платят не за то, что мы находим проблему, нам платят за то, что мы решаем проблему. Если Дональд Трамп сказал, если у вас нет проблем, значит у вас нет бизнеса. И поэтому, когда выезжаешь с границы, увидишь людей, которые сталкиваются с теми же самыми вопросами в той же самой Швеции, в той же самой Греции, в той же самой Турции, Египте, Испании, Великобритании, в России, в Таиланде, Индонезии, в Китае, в Италии. Они похожи. Везде вопрос, где брать людей, вопрос, чему их учить, вопрос, в чем смысл этого бизнеса. Вопрос одни и те же. Я просто добавлю, что в этом году был просто сильно великолепный банкет в гостиной дворе, как сказал наш Магнус Брэнстром, буквально в пяти минутах ходьбы от Красной площади. То есть мы уже от Кремля уже недалеко. В самом сердце. Это был бомонд, действительно. И вот давайте вот честно, как большинство сейчас смотрит нас женщин, большинство, хотя, я думаю, мужчины тоже рассмотрелись около экрана, что для женщин очень часто одеть красивое платье, нарядное какое-то, бальное, там, какое-то вечернее, уже нет уже даже поводов, да? То есть мы замыкаемся в этом кругу, дом, работа, дача и так далее, да? Так вот, Арифлэйм позволяет жить красивой, яркой, насыщенной жизнью. Что ж, Владимир, расскажите, а чем живет сегодняшний Арифлэйм? Он продолжает жить тем же, чем жил раньше. Делать людей богатыми. Делать людей богатыми и материально, и духовно, потому что, на самом деле, ребята, вы знаете, очень много людей купили в этом бизнесе квартиры, машины, дачи, но как-то раз на нашей встрече была женщина, которая сказала «Спасибо вам большое за что». Дело в том, что после того, как мы познакомились с компанией Арифлэйм, я первый раз за последние 4 года мясо купил детям. Вы знаете, я не знаю, что для меня важнее квартира, машина, дача, или слова такой женщины, которая первый раз за последние 4 года мясо купила для ребенка. Это очень интересный бизнес. Это бизнес работы с людьми. Люди разные. И в этом бизнесе у меня для вас есть 2 новости. Так, очень интересно. Хорошая и плохая. С какой мы начнем? Давайте с плохой. Если она плохая, конечно. Да, этот бизнес заключается в работе с людьми. А ну и раз такие люди попадают, что после этого жить не хочется. Да, это замечательно. Такие люди попадают, что после этого жить не хочется. Хорошую новость хотите? Да, безусловно. Хорошая новость заключается в том, что бизнес заключается в работе с людьми. А здесь иной раз такие люди попадают, что после этого жить хочется. Со страшной силой. Да, жить охота. 3 ноября мы с Томилой первый раз приехали в Чебоксары. Нам повезло встретиться с такими людьми, как... Это нам повезло, Владимир. Это люди, которые изменили жизнь многих, многих живущих в нашей республике. 3 ноября состоялось огромное мероприятие здесь, в Чебоксарах, на которое приехало очень много гостей. из... Со всех уголков, даже не только Чебоксары. Не только Чебоксары. Нет, нет, нет. Потому что приехали люди из Калининграда, из Кабаровска, из Приморья. То есть вот так вот оказаться. Люди, которые ни разу не были в нашем городе. Ни разу. Когда мы тут брали билеты, созванивались, они говорят, Чебоксары, а где это? Представляете, насколько... Чем велик этот бизнес, что бизнес, он даже где-то в какой-то момент виртуальным становится. Что ты живешь в одном месте, да? То есть ведешь бизнес по телефону. Сейчас есть интернет, скайп. Как сказал один у нас лидер, что скайп, наверное, придумали специально для такого бизнеса, как Эрифлейм. Великолепно. И мы очень горды тем, что эти люди когда-то потратили свое драгоценное время. И сейчас все те, кто поверил в это, поверил, принял это как идею, вдохновленные пошли дальше. И действительно, это уникальный бизнес, который, знаете, как он говорит, плодитесь и размножайтесь, да? То есть когда донесенная грамотная информация уже работает сама, если правильно донесли информацию до людей. Великолепно, красиво. Потому что, понимаете, на самом деле, получается, что это бизнес мечты. Это бизнес проделывать работу, чтобы потом не работать. В каком смысле? Сколько нужно времени, чтобы передать человеку свои знания, свои умения? Месяц, два, три? Больше, мне кажется. Смотря какие знания, какой опыт. Шесть месяцев. И какой человек? Да, и какой человек. Просто передал его свои знания, свой опыт, и он начинает работать самостоятельно. И чем больше людей ты научишь, тем больше твой бизнес растет. Владимир, вернемся к России. Вернемся к нашей стране. Каковы перспективы развития в нашей стране компании «Рефлейм»? Вот как вы считаете? Вы знаете, я искренне считаю, что в «Рефлейме» все еще только начинается. То есть по большому счету, здесь даже конь не валялся. Почему? Потому что на сами 150 миллионов человек, и все моются. И все красятся. И все хотят быть чистыми, все хотят быть красивыми, все хотят вкусно пахнуть. И в «Рефлейме» очень много достоинств, очень много преимуществ. Вот теперь я решу пойти. Почему я должна именно «Рефлейм»? Почему именно «Рефлейм»? Есть очень хорошее объяснение. Потому что когда мы покупаем продукцию в «Реале», «Гарниел», «Анком» и «Вороша», то компании эти зарабатывают деньги. А нам вместе с собой не дают возможность зарабатывать. А «Рефлейм» и сам зарабатывает деньги, и нам, каждому из нас, предоставляет возможность зарабатывать деньги. Что ж, заманчивое предложение. Меня это заинтересовало. Владимир, Светлана, что вы можете пожелать жителям нашего города? Вы знаете, мы с вами живем в не очень благополучном районе, чисто финансовом. То есть у нас нет нефти, у нас нет газа, у нас нет алмазов и так далее. Поэтому очень часто я говорю своим людям при встречах, наше с вами будущее зависит только от нас. Поэтому я предлагаю просто взять в какой-то момент на себя ответственность за свою жизнь, не сетовать на ситуацию в стране, на большие налоги, на маленькие пособия. Потому что есть место, где можно красиво, достойно не просто зарабатывать, а проживать яркую, насыщенную жизнь. Как сказал Черчилль в свое время, он сказал, стыдно быть бедным, если в стране есть возможность. Я желаю всем тем, кто сегодня смотрел нашу передачу, может быть, пересмотреть свое отношение к компании и, может быть, прислушаться к тем людям, которые вокруг вас зарабатывают с компанией «Арифлэй». Владимир, слава вам. Я хочу пожелать на самом деле всем людям, которые меня слышат, что не зависеть от судьбы, не зависеть от бывшего, от прошлого. Один раз мне очень понравилась просто фраза, которая на мою жизнь оказала огромное влияние. Нельзя изменить свой старт, но можешь стартовать сейчас и этим можно изменить свой финиш. Что ж, спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Спасибо за беседу. А я напоминаю, что у нас в гостях был лидер номер один «Арифлэй» в мире Владимир Полежаев и исполнительный директор компании «Арифлэй» Светлана Лисина. Приходите к нам еще. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам быть красивыми и успешными. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова